Прямой эфир! Прямой эфир! Прямой эфир! Всё. Так, пока вы присоединяетесь. Я без кофе, я с водой. Приветик, приветик, всем привет! Не выходила давно. Каждый раз говорю, надо выходить чаще, как раньше, почти каждый день, но почему-то не выходит. Привет! Всем привет, всем привет! Давно не виделись? Уже 30 человек. Это радует, потому что каждый раз, когда я выхожу в прямой эфир, я теряюсь и начинаю вспоминать. Так, а как надо вести себя в прямом эфире? Потому что, когда ты выходишь часто и почти каждый день, как-то всё полегче, попроще. А сейчас как-то мне так великолепно. У меня сразу какой-то фильм, знаете, как исторический вспоминается. Спасибо большое! Привет, привет, привет! Всем привет! Или надо выходить с темой. Пока все присоединяются, я ненадолго, я на 15 минут. Вот. Может, на 20. Ура, привет! Я рада. Я рада, что вы рады. Думаю, может, машину завести, чтобы я тут не замёрзла. Все 20 минут. Привет, сохрани, на работе хорошего дня. Хорошо, попробуй сохранить. Если, конечно, будет что-то интересное, потому что если... Да, димит в садике. Если не будет ничего интересного, то смысл сохранять. Пока я только приветкаюсь. А кухня белая, она находится в старом доме или в новом? Какая кухня, которую вы видели в сториз? Это маленький домик. Вот. И она не белая, она такого... Такого странного цвета. Эта кухня вообще была куплена просто... Я не думала, что в этом доме кто-то из нас будет жить. Потому что этот дом вообще изначально строился и обставлялся для, как бы, гостей. А кухня была поставлена исключительно для того, чтобы помыть огурец во время шашлыков. Вот, если честно, да. Потому что дом строился для... Ну, чтобы вы не подумали ничего такого, но для... Сейчас объясню. Как так сказать? Для помощницы и помощника. То есть я думала взять пару семейных взрослых людей, чтобы женщина помогала по дому, а мужчина по саду. Вот так вот я хотела. Но, видите, жизнь повернулась чуть-чуть в другую сторону. Какую первую комнату в Новом Думе будете делать? Ну, я не делаю по комнатам. Я делаю сразу три. То есть это, как бы, спальня и две детские. То есть они делаются одна за другой. То есть следом. Вот. А потом уже все остальное. Ну, чтобы можно было переехать. Как дела? Хорошо. А для большого дома кухня, ее надо будет еще заказывать. Потому что она будет... Это остров. Он будет делаться, как бы, ну, под заказ специально, отдельно. Потому что это было куплено в эпицентре и просто поставлено. А в Новый есть уже кухня? И в каком цвете? Нет, в Новом нету кухни, я же уже сказала. Не все так просто. Потому что кухня будет стоить, наверное. Будет стоить. И она будет в белом цвете, да. Короче, тема ремонта в Новом Доме. Кстати, да. Ну, знаете как, кто первый задал тему, так оно и идет. Здравствуйте, привет. Привет, 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 привет. Просто тема для ремонта для меня, на самом деле, интересна. Но в то же время болезненна. Потому что делается он медленно. И хотелось бы побыстрее. Как есть. Мы уже полностью избавились от ПА. Как справились? ПА это что? Я чуть-чуть не поняла. Что-то мне кажется, это головная боль. Я не знаю, что такое ПА. Как справились? Не поняла. Вот честно. ПА. Как расшифровать? Анютка, если на работе есть женщина, которая вампирит энергией и не подходит духовно. Какая-то она специфическая, любимая и нравится. Увольняться из этого не хочу. Как минус только в этом. Поменяй свое отношение к ней в таком формате, не позволяй ей вампирить. То есть от того, что тебя она выводит из себя, из колеи, делает дискомфорт, этим она подпитывается в том числе. Поработай над собой для того, чтобы не обращать на нее внимание или найди в ней положительные какие-то качества для того, чтобы поменять отношение к ней. Вот. Волосы медленно отрастают. Ну, как бы не скажу, что быстро, но и не скажу, что на месте стоят. А, панических атак. Вы знаете, да, панические атаки это все у нас в голове. Они иногда бывают, но это не в плане панических атак, это в плане, наверное, больше какой-то тревоги. И я поняла, у меня тревоги появляются, когда начинаю грузиться ремонтом, какими-то вопросами, работой. Бывает такое, когда работа есть, а есть, когда ее нету, а есть, когда у меня горят дудлайны. И я от этого начинаю нервничать, от этого появляется тревога. Поэтому по факту надо быть спокойной, и тогда все будет хорошо. Да, избавилась. Избавилась, наверное, сразу после того, как разобралась, что я сама себя накручиваю. То есть, оно кажется, что у тебя вроде все хорошо, все хорошо, а тут вдруг паническая атака. Перед этим, видимо, что-то было. Я страдаю паническими атаками, вроде избавилась, но навсегда их не убрать. Дыхание, очень хорошо помогает дыхание. Ну, как бы это правда, вот прям помогает дыхание. Я думала, да нет, это все фигня. Когда попробовала, реально работает. Спасибо, Анечка, я попробую. Просто, когда ее на месте... А, на смене в фитнес-клубе нету, то все отлично, а когда есть, то прям некомфортно. Потому что она тебя, да, она тебя в дисбаланс вводит. Меняй отношение к ней. Посмотрела влог, прикольный. Привет. Да, мне вот этот третий, он больше всего понравился. Второй, там просто моменты смешные есть, они как бы для меня такие прикольные, потому что я там падала, я училась, я как ребенок. Я везде старалась ставить музыку для того, чтобы, ну, как бы было интересно. Вот, но третий для меня просто, он другой из-за того, что первый, первый он чуть-чуть такой больше познавательный, второй больше такой, типа, обучающий. Я просто показываю, как мы катаемся. А вот третий, там много, побольше всего, там много всего. Эмоционально много всего. Бровки ламинируешь или только архитектура и краска. Ой, Леся, какие слова. Я, например, про архитектуру даже не слышала в лексиконе для бровей, поэтому брови я не ламинирую, я их раз в месяц крашу. Вот, и потом просто подымаю этим гелем. Ну, то есть, и все. А вот ресницы сделала ботекс и ламинации. Прям очень-очень довольна. Реснички такие стоят, так прям, мне очень нравится. Вот. Блин, на голове, конечно. Хотела сделать себе объем, пока вышла, объем упал. Анечка, сохрани эфир, пожалуйста. Я архитектор. Ага, вон у нас на бровях Яна. Архитектор бровей. Слушайте, прикольная штука, архитектор бровей. Ты кто? Я архитектор бровей. Какую-нибудь читаешь? Никакую. Сейчас никакую. Ну как, я взяла, вот у меня тут есть червона помада. И вместо того, чтобы сейчас прочесть, потому что я знала, что я чуть раньше приеду, тут проблемы с парковкой, я нашла место парковки, я вышла в прямой эфир. Расскажите про гаджеты, вы говорили в сторис. В личку. В личку, в личку. Ну, нужны гаджеты для обзора. Почему уверенность в себе зависит от того, в чем я одета? Есть макияж или нет? По сути, это же не должно влиять. Сама оценка должна быть стабильной. Как думаешь? На самом деле, ты права, самооценка должна быть стабильной. И это очень прикольно, когда ты идешь в спортивном костюме или в растянутых трениках, но при этом ты все равно чувствуешь себя королевой. Это круто. Просто, когда ты сама себе нравишься в отражении, это дает, как бы, вот эта вот осанка меняется. И ты, когда идешь даже в трениках, на тебя все равно оборачиваются, потому что внутри ты довольна собой. Вот, ну, лично у меня так. Я работаю над вот этой вот. Я, например, в сад прихожу в таком, ну, виде, честно. Я просыпаюсь, одеваю спортивный костюм, не умываясь. Потому что после того, как ты умылась, надо привести лицо, я же просто после пилинга, мне надо там специальными кремами. Поэтому, не умываясь, я просто мчу в детский сад, ну, как бы, а потом привожу себя в порядок уже дома. Но при этом я все равно себя хорошо чувствую, ну, понимаете. Но это было не сразу. Это работа над собой, правда. Может, конечно, кто-то смотрит и думает, господи, не выспавшийся. Но мне пофиг. В плане того, что внутри я все равно себя ощущаю очень как-то так. Прикольно. Да, лучше, лучше чувствовать себя всегда в форме, независимо от макияжа и одежды. Но это влияет очень сильно, правда. То есть я сейчас прям чувствую себя лучше, чем утром, когда я отводила Дему в детский сад и была в спортивном костюме неумытая. Я уже такое слышала, архитектора бровей. Слушайте, ну, блин, какой-то я странный блогер. Я не слышала, надо срочно узнавать. Ань, будешь я трачивать волосы? Да, отпускаю, пока отпускаю. Там посмотрим. Может быть, я возьму и опять обрежу, не знаю. Аня, ну, неужели... Сохрани эфир. А, что я вышла в прямой эфир? Прикольно. Верно, про уверенность. Может видео про уверенность в себе? Ну, это будет такое, как больше болталка, да? Ты выглядишь супер всегда, даже когда в сад везешь. Ну, вот Леся может подтвердить, она меня видит в саду часто, потому что у нас дети ходят в одну группу. Поэтому ей со стороны лучше видно, как я выгляжу. Нормально или не очень? Ань, вы брекеты собирались ставить? Передумали или попозже? Я не передумала. Объясню, почему. Мне надо вырвать зуб. И я подбираю день, чтобы... Короче, я просто боюсь вырвать зуб. Я боюсь вырвать зуб. И вдруг я попаду не на ту, как бы, планету, когда надо вырвать этот зуб. И вдруг что... Короче, накрутила себя. Вот честно. Это просто я отмазываюсь. Такая, потом, потом. Да, хорошо, потом. Мне просто надо поехать и его вырвать. А потом, да, оставить брекеты. И соскучились по эфиру. Надо чаще выходить. Я знаю. Иногда даже не накрашенная себя милашкой чувствуешь. Бывает. Бывает такое, что... У меня лично тоже такое бывает. Когда я села краситься, а встала и мне больше нрав... Ну, как бы, вот... Я себе больше нравилась не накрашенная, чем накрашенная. То ли макияж такой, то ли, как бы, вот... Вот это вот милашество, оно как бы, да, дает свое. Прикольно. Анечка, ты даже ты чудовая красотка. Дякую. Леся говорит, что норм и ржет. По-моему, нет. Кто просто сказать не хочет. Чтоб не обидеть. Люблю твои болталки, влоги. Влоги в последнее время не заходят. Почему влоги не заходят в последнее время? Я расстроилась. Блин, ну почему? Аня, когда закрываю... Когда закрытый чат будет 18+. А как его сделать, кстати? Я бы сделала. У меня, кстати, есть такие разные темы. А у меня даже есть, что показать. Поэтому... С удовольствием. Только подскажите, как это сделать. Волосы отращивать будете или отрезать? Пока не решила. Пока вот так. А там глянем. Не знаю еще. Не знаю. Так, ребят. Спасибо за эфир. По времени мне пора уже бежать. Я люблю болталки. Ну, девочки! Теперь я не хочу снимать влоги. И то, что я уже наснимала, я теперь не хочу монтировать. Я обиделась, как маленькая девочка. В телеграмм можно чат создать. А как понять, что там 18? Звук мудрости вырывать. Да. Давай ватсап. Ну, телеграмм, наверное, лучше, чем ватсап. Потому что, во-первых, я ватсапом вообще не пользуюсь. Плюс там номера телефонов не каждый захочет. Ну и такое. Чат в телеграмме. Да, наверное. Наверно. Но надо так, чтобы туда не попал никто лишний. И в плане из детей, например. Влоги классные. Спасибо! А то я уже расстроилась. Влоги круть. Фух, фух, фух. Слава Богу. Теперь я поняла. Надо делать и то, и то. Все. По поводу телеграмма. Может быть, кто-то мне напишет, как это правильно сделать. В плане, я имею в виду, отделить, чтобы было 18+. Как? Может быть, скрыть, да? Что-то там скрыть. Короче, не знаю. Болталки слушаю, а влоги смотрю. Ну, это логично. Все. Я побежала. Девчонки, всем хорошего дня. Ну, пока-пока. И всех люблю. Пока!